Христос Воскресе! Христос Воскресе! Живы-здоровы! Ну, я рад вас видеть! Слава Богу! Вы как сами сейчас... Как вообще у вас самочувствие, в общем? На если пятибалльной системе, какое сейчас самочувствие у вас? Пятибалльный? Да. Минус три. Ну, вы так говорите с юмором-то. Да. Я забыл, что скала еще... Скала бывает еще не за сова. Ну, да. А я, знаете, я вчера для себя делал вывод такой, что Господь не дает... Вот я прошу Бога, допустим, о смирении, да? Прошу Бога не гневаться, то есть избавить меня от гнева. Вот. И я понял вчера, что я... Вот две недели уже меньше стал гневаться. Но за это я должен расплатиться. Вот. И я три дня, как говорится, сильно за это расплачивался. В общем, были у меня сильные приступы, сильные боли, болезнь была. Ужасные демоны посещали. И то, что я еще раз удержаю, что Господь просто так не дает ничем. Не бывает дорог Господних без сработки. Как говорится, за все надо платить. Ну и я благодарен. В общем, как я две недели, одну буквально за три дня до Пасхи я покаялся. Ну как гнев выражается в отношении с матушкой. В основном то не так, она мне лет не так, она мне... Вот. И злюсь часто, и все такое. Мне, а не болезни, они как бы... Ну я уже привычный к этому делу. Я больше... Больше... Вот. За исправление личных качеств вот как бы переживаю больше. Мне страшно умереть. Вот. Не то, что без покаяния, а без изменений. То есть не добившись максимального совершенства. То есть насколько я чувствую в себе... Во мне есть потенциал, что я, чего я могу достичь, но... Иногда по ленности своей, иногда вот по такому... Как бы недоверию Богу, вот... Ну, понуждаю себя мало и... Хотя что там, не гневаться, ну, терпение побольше и все. И пойми, что это мать твоя. Потому что она родила, она крутится вокруг тебя, она тебе хочет только лучшего. Вот, несмотря... Несмотря на то, что она и такая назойливая бывает, она вот... Да я не хочу, а ты на, вот... Ну, на, на, да я не хочу, да я... Ну не хочу, на пятый раз уже... Да отстань ты от меня. Вот, уже вот до такого. А как, а тут же надо с любовью уметь принять. Вот этому... А вот мне учиться, чего мне тут учиться? Лежишь в этом, в коробке, и в этой лежишь, тут мне... Как говорится, этому топой научиться. Вот. Да и не гордиться. Тут... Оно же искушение за искушением идут. А то отсюда пишут. О, это какой вы там этот самый, какой вы там раскрасавец. Там, да и пример там какой все. Ну, я вроде... Ну, есть, конечно, возникает такая гордость. О, и матушки там, о, какой молодец, да. Она говорит, о, да. Она ходит, о, все знают там, Сережу всем. Всем рассказывает в интернете, вот у меня сын такой, вот в этом, как говорится, и варишься в этом, во всем. В киселе и в этом. А вот представьте себе, да, вот то, что вы сейчас сказали, у протестантов это считается некое... То есть, вот представляете, вот какая подмена, да, когда нас там хвалят, там, и вот у протестантов, наоборот, они считают, ну, вот, правильно, вот, делаю Божий... То есть, вот, хорошо, по заслугам мне все. Вот я же делал это доброе дело какое-то, вот мне Господь вот дает такое утешение, такие кефирамбы вот мне поют. Вот, вот, и поэтому получается, что мы, вот, я, вот, как сказать, православие какое удивительно, да, но наоборот, от этого, ты не придешься и уходишь, ты должен бояться всего вот этого, потому что приходит вдруг, вот вы говорите беса, да, это же, это же на самом деле гнев, вот. Мы же не понимаем, что мы делаем с этим гневом, потому что Господь-то хочет, чтобы и этого не было у нас, даже самое малое, казалось бы, да, вот казалось, ну что, вот, да, вот, а у меня с мамой тоже, вот я, вы, там, ну, просто близко это мне. У меня мама сейчас тоже, она болеет очень серьезно и требует к себе постоянно внимания, звонит, она живет недалеко от меня и тоже получается, что, как бы, с нами она жить не может, к ней мы не можем приехать, потому что у нас маленькие дети, у нее болит голова. То есть, получается, такая, и мне приходится приезжать и недостаточно, она считает, что я уделяю ей времени и получается, и я где-то срываюсь уже, все, меня не выделяется. А еще, очень удивительно, мы же плацки-то все равно с мамой, она меня знает, и она, почему-то особо ее слова меня тоже, вот, это, наверное, вот ее слова особо меня трогают, вот ее, она мне как-то так умеет, опа, сказать слово, и все, и меня понесло. Потом думаю, господи, да что ж ты, куда ж тебе несет, и я в этом, в этом тоже гневе, вот этом, начинаешь, мама там, что-то я считаю, потом думаю, да что, я же, а я же мир потерял, и все, у меня происходит какая-то тоже потеря. То есть, я такое ощущение, что я до этого и не христианин, и вообще все, у меня все в тар-тарары все полетело. Я тоже, вот сейчас вот начали про гнев говорить, что гнев, оказывается, это состояние, которое нам вообще ни в коем случае... Эпитемия, да, избави нас от нужды, гнева, вот это мы, а мы эти слова уже настолько машинально повторяем, что не вкладываем в это, ну, как сказать, смысл, а на самом деле гнев. Нужда, ну да, нужда портит тоже человека, да, когда совсем нужда, когда недобровольная нужда, когда мы не идем на добровольную нужду, а тоже мы просим, чтобы не было у нас этой нужды. И гнев, вот гнев, а вот это да. Бывает, что даже ближние, через ближнего приходит такое искрушение, что ближние становятся как врагами даже, ближнее человеку домашнее его, сказал Господь. Я иногда это, ну, тут вот как бы нам не впасть, а то мы скажем, что все домашние это наши враги. А это о чем идет речь, что мы должны, искрушение могут через ближних быть очень серьезно. По своему опыту, чем удобно, допустим, прогневаться на ближнего, чем удобно, ну, это я по своему случаю. Вот, допустим, мы с ней там раз зацепились в чем-то, вот, ну, и прошло там пять минут, она тут же заходит, я на нее только мне достаточно глянуть, вот, улыбнуться, и все, она мне улыбнулась, и все, и мы, и простили друг дружку, и все, и у нас как бы грех, он в небытие уходит куда-то. Это как бы Господь истирает его. Важно, вот, а с чужими вот этого не допускать, но уж Господь сравнивает с человеку убийством, вот это вообще, мы же не знаем, мы иногда одним словом, а что человек это слово, в себе, как он может, в себе его. Вот, вот, вот у меня сейчас был случай, я буквально вот сейчас расскажу, я не знаю, насколько я правильно поступил, но с вашей точки зрения, как священник, вот, я, допустим, это буквально вот произошло полтора часа назад, вот, ну, у меня сердце в чем-то спокойно осталось к этому. В общем, еще три месяца назад ко мне из московского одного там известного журнала обратилась корреспондентка одна, ну, типа, давайте статью там о вас напишем, а журнал там глянцы, он такой там дорогущий журнал, все такое. Ну, он как бы, он мирской журнал, ну, там пишут статьи все-таки о православии, у них все такое есть, вот, и я сделал фотографии, как она попросила мне высокого качества, вот, и подавчера она мне присылает статью, которую подготовила она для этого журнала. А статью, она просто дела содрала там с моего сайта, это, ну, мое там, что я только понапридумал, да, добавил несколько слов от себя, что я там был голубоглазый, там, душа компании, там, голубые глаза, там, красавец, там, любимая женщина, все такое, вот. Вот, я ей говорю, я говорю, я против, конечно, вот, если хотите, я, ну, я тоже, у меня есть такой талант, вроде писать немножко умею, вот, если хотите, мы составим статью вместе, вот, по скайпу там посидим полчаса, когда что-нибудь нашкряпаем, вот, она говорит, нет, вы не понимаете, это не нужно, это мирской журнал, вот. Я говорю, ну, вы, мои условия, мои условия, это, как бы, привлечь людей к себе, к моему случаю, а не то, чтобы заполнить страницы, там, глянцевого журнала. Я говорю, вы человек, я, видишь, неверующий, вот, она раз обиделась, а чего вы взяли, что я неверующий? Ну, мне достаточно, как бы, вот, общения с вами минуты, я вот, 10 заповедей, знаете, она, да, зачем вы меня сейчас, когда меня там устраиваете, я, ну, хотя бы, вот, первую заповедь скажите мне, вот, она, ну, любите всех, там, вот. Я говорю, я не разрешаю этот текст выставлять, вот, она, да вы по-свински там относитесь ко мне, я столько времени, типа, потратила, а я говорю, да вы знаете, а мне кажется, что я вот мечу этот бисер перед свиньями, и она все, и она, ну, и до свидания, бросила трубку, и все, и с концами. Вот, а у меня как-то, а у меня спокойная душа, да и все. Вроде бы, вроде бы я, ну, я не гневом стою, я ее ввел в такое состояние гневное, вот, а что мне осталось, я, я не хочу, чтобы обо мне писали там всякую чушь, там, голубоглазые, голубоглазые, там, плантин, любимые женщины, душа компании, там, и тут он вот лежит в этом самом, вот, пишет иконы. Ну, бывает так, что и обидишь человека, и уже не знаешь, как подступиться к нему, бывает, что уже вроде и просишь там у него, да ладно, это я вот в речах, так сказал, а человек уже все в нем, оно осело, и, как говорится, уже он и простить не может. Такая вот штука интересная. Нет, ну, тут, ну, тут, тут, как бы, однозначно все, то есть, тут даже не моего совета, не надо, тут, как бы, все ясно, что девушка попала, как сказать, в просак. Она думала, что, ну, напишет хорошую статейку и вам там, как бы, и тут они, ну, тут же вообще все, ну, она не услышала, что, что важно в этой вообще вашей истории, чтобы Господь через вас открывал людям, ну, истину божественную. И вы как-то там сказали, да вот, умереть бы хотел, помните, вы что-то сказали такое, что-то умереть уже, думаю, все, умирать, то есть, была такая у вас. Я-то, конечно, испугался, думаю, ну, нет, вы еще, наверное, поживете, я думаю, потому что Господь, Господь, так, так просто, как говорит, надо, надо еще просто через вас еще какая-то еще должна, ну, мне так кажется, что очень много людей этим через вашего, ваш пример все-таки укрепляющий. И когда кому-то я начинаю, кто-то у меня начинает у нас какие-то проблемы, я показываю вас, говорю, вот, ну, давайте вот, кому хуже, ему или вам, давайте, и все, и как бы немножко у нас спадает градус какого-то там, что мы такие несчастные и бедные, что, поэтому я вас иногда использую в этом смысле, чтобы людям немножко вразумить хоть немножко, что мы находимся намного лучше в позит-положении у нас есть. Мы даже не понимаем иногда, что мы имеем. Я знаете, почему сейчас позвонил вам, посмотрел вашу встречу, у меня очень прям хочу, ну, помните, была у нас идея, да, то есть, вы довели до логического все-таки конца диспут, и он немножко не получился с Игнатом Тихоновичем, но с Игнатом Тихоновичем, мне кажется, такие номера не проходят. Я просто это, по поводу крещения, отец Петр, и вот это мне понравилось, с одной стороны, оно очень нужно, вот это, вот это нужно, и вообще, если отец Петр будет систематически, я вот, вы знаете, вот, не то, что там, я не оправдываю, я на самом деле знаю, что наша церковь многострадальная, и у нас история, и вот это прокрещение, он очень смутительный вопрос, очень смутительный. И я этот вопрос себе точно решил, я говорю, я крещеный, меня крестили в советское время, нас заносили в избу, к священнику, тайно все это было, имя священника кто не знал, какие там погружения, какие там миропомазания он совершил, на меня, да, сделал это, и все, какая там, в советское время, в хрущевское время, там было самое гонение, там, это все было в полутайне, в тайне, можно сказать. И все, я четко знаю, что я крещеный, потому что я вот четко слышу, что ангел-хранитель со мной, вот я даже нисколько не сомневаюсь, то есть мы дойдем до такого сумасшествия, что в конце концов у нас останется крещеный только... Естественно, поэтому, поэтому это не на широкую, как говорится, публику все работает, то это очень, очень индивидуально. Вот, во-первых, возьмем луку воина Есенецкого, он тоже светлый за то, что вот всех вот этих окропленок, всех надо перекрещивать. Вот был, когда вот сколько лет окропляли вот этим венечком, он стоит, ряд людей в одеждах стоят, И он с трех, с пяти метров этим венечком и паршет на них, то ли долетела там она вода, то ли долетела. Это я согласен, это вообще безобразие. Потом сказано, возлее воду даже, вот, а они возливают, вот здесь сколько и фильмов в интернете, и картинок, что он мочит ладошку и волосики чуть прилагает. Почему не взять ковшик даже, если обливать ей на воду, и не возлить воду, почему не делается этого? Вот, тут вопросов много, я тоже неоднозначно отношусь к этому. Например, в моем случае, я, ну, я в фильме сказал, что я не уверен, что я был крещен, потому что и свидетелей у меня нету, и я обязательно буду креститься, потому что я, у меня этот вопрос вообще возник, 12 лет назад, что я не уверен, что я буду, ну, может, сказал, тебя крестили, а я говорю, а кто это видел и вообще, и кто это знает? Может, меня занесли туда-то, да и вынесли это сухим. А нас, а наше поколение с вами, вот, наше, отца Петра, мы одного примерно возраста, там все крестили именно так. Там никого не, то есть это можно сказать, вообще все храмы были закрыты, все это было настолько тайно, откуда она там что знает? Вы что, это очень серьезно было, с 70-х годов еще до Брежнева, после Брежнева, уже во время Брежнева там было попроще, там уже появлялись. Поэтому существует вот этот страх, понимаете, то, что мы, то, что мы попрестимся, Господь, Господь нам не вменит этого, вот, потому что вот эти вот сомнения, они, они как бы мешают нормальной жизни, вот, а вдруг, а вдруг это повлияет? А кто, кто знает, вот, у меня душа неспокойная, у меня уже 12 лет, я уже и обращался и к брату, там, к своему еще, вот, 12 лет назад, я говорю, вот, у меня почему-то ощущение такое, что я не крещен. И тут еще надо сказать, крещение в три погружения, это не просто сейчас рекомендуется, это введено как норма в нашей церкви. И, конечно, на практике пока еще бывает отступление от этой нормы, но мы во всех соборных документах говорим о том, что крещение должно быть именно в три погружения, и не просто окропление или обливание. Не, ну, я думаю, что, ну, может, да, когда вот такое есть, такое есть сомнение, но, опять же, тут, видите, вас же крестили уже, то есть, мама сказала, она же вас свидетель, и что, я не думаю, что вас там, ну, там... Мальчик, опять руководствуюсь, опять руководствуюсь церковным правилом, если не уверен, то, да, креститься. Потом, отец Петр вчера мне прислал ссылки с собора вот этого московского, опять же, то есть, если ребенка, допустим, нашли ребенка, подкидыша ребенка, крестить обязательно. Даже если записка на нем, что он крещен, не верить записке, крестить обязательно его. Да, это согласен, но у вас есть свидетель-мать, вот и все, она еще живая. То есть, у вас были крестные, это же тоже... Она такой свидетель, что ей сказали тоже, понимаете, его крестили, но она этого не видела. Ну вот, вы смотрите, тогда мы выходим в такую ситуацию, что люди у нас, судя по Игнатию, что не крещеные миллионы людей, то есть, это причастие, которое они... То есть, они не имеют ни права, ни причастия, то есть, они не имеют никаких, можно сказать, они не вошли еще в церковь. И выходит, что у нас, у нас сейчас как бы все это липа выходит, да, у нас сейчас, у нас не идеально все. У нас церковь сейчас, ну, правильно, по канонам всем, конечно, крещение трехразовое. И я даже больше того скажу, что вообще бы я тоже эту практику взял раз в год крестить, раз в год, и это чтобы было событие. Помните, у нас, мне очень, знаете, понравилось, как это... Мне одно, прям, один парень пришел, говорит, очень хорошее сравнение дал, такое, которое, может быть, даже... Помните, мы, говорит, как вот в детстве, да, готовились к пионерам, быть октябренком. Мы там, идеологи, если убрать, это все, конечно, там, а то, что мы к этому готовились, у нас же это было чистое, порыв чистый, мы хотели быть каким-то полезными. У нас, и ты помнишь, это вот, мы сколько готовились к октябренку, потом к пионеру мы готовились, это целый год мы готовились, там, с придыханием гладили этот галстук, учили там вот эти все заветы, они все там нравственные, все такие хорошие. То есть, это же... А почему мы, когда треснемся, мы не можем... Я вот к нам пришла, пришла эта женщина покрестить ребенка, я говорю, простите, а вы знаете, что одно из условий крещения ребенка, это вера или родителей, или родителей, или крестных. Вы сами, вот вы сами в храм почти не ходите. Ходите, вот раз в год пришли, там они... И крестные. Вот крестных надо искать те, которые у вас будут верующие. Они будут верующие, они будут верующие сами в Бога, и будут молиться за вашего ребенка. То есть, ребенок крещует... Вот, я говорю, вот это условие надо... И я говорю, вот, написано минимум три беседы. И то три беседы, это значит, я должен сам на свое смотрение смотреть, насколько человек крестный готов. А может быть, надо и больше готовиться, чтобы было... А где такого найти? Вот вопрос правильно. А где крестного такого найти? Я говорю, ну, давайте, я не знаю, ну, более-менее, человек, который хотя бы в храм, хотя бы не раз в год ходит, а, по крайней мере, считает себя прихожанин какого-либо храма. Хотя бы. Пускай он там... Ну, я говорю, и встал на второй вопрос. А где найти сейчас крестных верующих? А сегодня вот эта проблема. Значит, как? Значит, у нас есть препятствие крестить. Только из-за того, что у нас нету крестных. А крестные это... Это, знаете, как я скажу, это не препятствие, это вообще утопия. Понимаете? Утопия. Это невозможно реализовать ни при каких условиях. Я вот сейчас... Ну, я вот выход нахожу из положения, допустим. Мы... Ну, я опять же там в роликах неоднократно говорил, что вот уже влезется день, Господь даст. Мы съезжаем из города, я надеюсь, навсегда мы выезжаем. Куда собрались? Ну, у нас дом за городом есть. Я ролик у себя на сайте выдуваю, на этом выставлю в Ютьюбе. У нас дом все хороший, там угли, колодец, пруд рядом, все такое. Вот. И у нас там до сих пор еще есть участки. А их постепенно скупают участки. А очень дешевые участки, являющие в Москве, чем проникнут. Или там асфальтовая дорога, газ, все, 70 километров от города. Вот. Там еще в нашем селе храма нету. Вот. Еще. Понимаете? Я сейчас всем, всем вот своим знакомым, всем близким, родным, я всем сватаю, всех доволю. Давайте, давайте, съедимся, давайте будем жить. В одном... Мы там, мы там решим все наши вопросы. Все найдем крестных учителей нашим детям. Мы только там разрешим. Но жить вот таким вот образом жизни, он просто... Он неудобен для человеческой жизни. Вот. Ну а пришли они, а что вы? Вы адекватно им ничего не сможете порекомендовать. Какие крестные? А откуда? Где ты их найдешь, какие-то крестные? О чем ты говоришь вообще? Тут верующие вот не это самое... Поверь, брат, не найдешь на всей планете. Вот. А какую-то крестную еще найти где-то. Как бы так вот. Вот я больше к этому склоняюсь. Надо вот нам в этом собираться. А люди боятся. И вот дочери тоже, с сестрой вот уже. Я говорю, дочь, ну давай, ну ты же... Ты верующий человек. Ну, насколько... Ну, хоть она... Она не до конца, конечно, есть сомнения. Но все равно она как бы склоняется к Богу. Я говорю, ну давай, вот ты подумай. Сама прекрасно. Вот у вас с машиной есть все. Так же сможете и в город выехать и все такое. Ну, мы будем все вместе. Мы не будем смотреть эти баннеры там, эти все поганые. Вот. Мы будем подальше вот от этих магазинов. Мы будем... Будет козочек у нас. Там будут коровки, гуси там и все такое. Ну, мы же через это только будем, как говорится, найдем и Бога, и спасение. Вот. А иначе... Ну, иначе нет никаких. Мы просто разобщенные все. Живем вот один там, другой там. И все. А по одному мы... Как и тот веник нас разметали по хворостеночке, по одной. И по одному мы ничего не можем сделать. Вот. А вот как бы хорошо. Вот отец Сергий бы сейчас бы приехал к нам в деревню. Мы бы там храмы соорудили, там все. Прихожан бы собрали. Там бы не пять человек ходило бы, а уже... Там я бы уже двадцать набрал бы. Знаете, проблема даже не в том, что сейчас создать. Собрать можно народ, но дальше жить... Как? Вот жить, оказывается, в общинном таком устроении сельском, которое у нас было, кстати, дореволюционное такое было. Сегодня у нас проблема... Кстати, отец Дмитрий Смирнов очень хорошо об этом рассказывал. Он говорил, мы пытались сделать такие поселения, все, сгорелись. Два раза было такие две попытки. Теперь он говорит... И он наткнулся в очень серьезную такую проблему. Вдруг через какое-то время враг не дремлет. И он всякое объединение, которое сейчас... Он пытается разорить. Я 10 лет этим увлечен. Я знаю эти доводы отца Дмитрия Смирнова, поэтому у меня совсем иные предложения. Я не предлагаю жить общественной жизнью. Я предлагаю, живите кто как хочет. У нас будут, опять же, крестные. У нас будут дети жениться друг на дружке. У нас просто поселение будет. Такое же, как в городе. Но мы будем видеть не лохудр всяких в этих мини-юбках, а будем видеть нормально одетых женщин. Детей, которые не курят пиво, не пьют матом и ругаются. Мы просто будем жить вот в таких условиях. Я понял, вы хотите Потеряевку перенести в Воронежскую область, да? Ну, не то, что Потеряевку. Потеряевку там... Ну, я понимаю. Но Потеряевка в смысле это образ, где живут люди, и у них один священник, одна... Да, конечно. А как иначе? Ну, а что по-другому еще? А больше ничего нельзя придумать. Я общину настроил. Дмитрий Смирнов правильно очень хорошо сказал. Он правильно, я это слышал еще лет 7 назад, этот кроп, и я ему гнял очень этим словом, и я это понял, что... Сатана все разведет людей по разным этим углам. Ну, ладно. Я это очень поддерживаю. Я считаю, что это единственная возможность сейчас, как бы, воспитываться. Воспитание самое хорошее на земле. Вот эта земля, она... И с единодушными людьми, если жить рядом, все равно, конечно, это же большое дело. У меня тут сейчас деревня, и у нас тут сейчас... Ну, не то, что... Я... Я... Второй год, вот, одно и то же, как бы, я всех призываю. И вот мы сейчас там строим небольшую, этот, рядом с храмом, эту... Сейчас вот сегодня встретил как раз мусульмана, который мне ее строит. Представляете, удивительно, мусульмана строит. Не православный. Он говорит, батюшка, мы все здесь делаем. Не переживайте такое, я успокоил. Вот там все, уже все, крыша есть, там сейчас надо внутри все обделать, печку там выложить. Печку там у нас есть специалист, который сделает. Вот печку если будет, уже все там будет, уже мы можем печку затопить. Мы там можем вечернюю службу совершать, потому что иногда в храме... Ну, что там, два человека на вечернюю. Там вечером можно совершить, там сделаем небольшой иконостас, и сделаем в этой сторожке еще будет у нас и... Мы там и будем трапезничать, и общаться. Потому что сегодня... Ко мне вчера приезжал, он смотрел, у меня там кровля, ну, колокольни падает, уже старая. И он приезжал там с города, с Курской приехал, Давид его имя, Давид. Я говорю, прямо это... А он протестант из этого, из баптистов. Ну, я как бы, я сам знаю эту тему. Мы с ним разговорились, он говорит, батюшка, и он мне говорит, «Ко можно снова приехать, пообщаться?» Я говорю, «А нет, конечно, может, чужим нельзя-то». Тем более, тем более, как бы, мне вообще очень, как сказать, хочется, чтобы с одинодушными людьми, которые, вообще, им интересно то, чем вот мне интересно. Мне интересно там и вера, и жизнь по вере, и жить в деревне, именно у нас сейчас тут именно тоже, как бы, это... Без этого я вот сейчас не вижу даже дальнейшей жизни. Если у меня сейчас не будет здесь, как бы, такой общинки, вот мы... И у нас тут сейчас парень, вот сегодня, кстати, ушел от меня, Александр его зовут, он хочет какое-то дело тут затеять. Затеять дело и хочет, ну, скотину, скотину тут. Начальник говорит, ну, как вот, что можем? Ну, говорю, ну, самооборотистый, наверное, это мясо, это барашков. Но я говорю, ну, не должно быть во главе угла бизнес. Вот, вот что. Должен быть бизнес, когда мы делаем во главе угла, то у нас все потом разрушится. У нас нет базы, у нас нет... Надо делать основательно. А основательно это сам Господь. Значит, нам надо собираться около Господа. То есть не только что там... Ну, и Господь все поддаст. Только нам вот это самое важное. Потому что многие приезжают там, ну, вот как заработать сразу там. Ну, понятное дело, нам нужно питаться чем-то. Но если мы это поставим во главу угла, зарабатывание денег, там, барашков перепродать, там, купить, потом, ну, да. И как бы оно потом все потеряет смысл. Я говорю, и должно быть, конечно же, благословение Божие, что приучали, что священник, это не просто там какой-то, просто, как это... Генерал на свадьбе, как часто это бывает. Священник, вот он там сидит, там, как генерал на свадьбе, ничего не говорит, только вот сидит важное, ему щеки надувает там. А священник это прежде всего еще, он благословляет. Он дает, как бы... И если человек живет вот этими благословениями от священника, то он получает именно вот эту благодать Божию. Он же не своим, батюшка, благословите. Я спрашиваю, а на что благословить-то? Он мне еще, когда начинает объяснять, я говорю, нет, это я... Ко мне цыгане подходят тоже, батюшка, благословите. Я говорю, на что благословите? Они привыкли, что батюшка сразу подходит и благословляет. Не важно, чего там. Батюшка, благословите. Я говорю, а на что благословить-то вас? Да что-то сегодня не фартит. Они воровали там, что-то у них не фартит. Батюшка, благословите. Как вам несовестно? Ай-яй-яй-яй-яй. Цыгане уже такая вот. Дошло до этого. Я говорю, нет, надо все делать, а тем более вообще не надо делать, чтобы было благословение Божие. И поэтому надо спрашивать молитвы у священника, молебны, чтобы богослужения, чтобы все были прихожане, не просто там, как у нас сейчас, захожане раз зашли там. Вот ко мне на Пасху пришли, пришли, стоят. Я говорю, что стоите? Стоят, главное, ждут что-то. Я говорю, здравствуйте, что стоите? Ну, батюшка, ну нам надо это, я что, что вам надо? Говорите. Они даже не узнают. Я говорю, а зачем? Вы мне можете ответить? Вот вы мне ответите на вопрос, зачем вам причащаться раз в год один на Пасху? Я вас причащу. Но благословения я не получил никакого. Я говорю, я в том году, вы приходили, я когда первый раз служил Пасху, я всех вас причастил, помните? Ну, что я вам сказал? Я вас причащу на следующую Пасху, я вас не буду причащать, если вы будете раз в год ходить на Пасху. Они в город у нас, вот уехал один парень, говорит, я говорю, ну ты что, возвращаться-то будешь, он в городе живет, там, на какую-то зарплату там, ну, мизерную. Нет, говорит, даже, говорит, хлеб, хлеб, буду голодать, не приеду. Вот так они наелись этой деревенской жизни, что город, ну что, пришел, опять телевизор, компьютер, все, больше ничего не надо. Там, главное, никакой ответственности. То есть, город это все, это деградация. Ну, вот на мой взгляд, это деградация. Если человек там сам как-то не развивается, не читает, как-то сам себя не образовывает, а так вообще полностью деградация. И труда. Раньше же развивались как? Трудом. То есть, утра встали, поперли, вечером легли спать. Труд. Я имею в виду, вести такое общение, конечно, с разумными людьми. Уже с деградантами говорить не о чем, естественно. И я говорю с людьми, с которыми... Можно еще довести, понял я вас. Но у вас результат, ваша пропаганда, сколько хоть у вас, какой результат? Сколько людей вы уже решились на этот серьезный шаг? Не то, что пока еще окончательно никто не решился, но уже, как сказать, повелись уже четверо. Мы уже четверо готовы говорить на эту тему. То есть, мы периодически обсуждаем эти вопросы. То есть, люди, у которых есть в городе квартиры, которые могут продать квартиры и купить уже в деревне и участок, и дом. А во сколько у вас там можно купить участок и даже дом? Сколько дом? Вот если дом продается, за сколько вы можете купить там? Ну, дома там не продаются. Там вот есть сейчас, ну, есть два участка, к примеру. По полгектара два участка. И сколько за них, не знаете цену их? Рядом с асфальтовой дорогой полмиллиона пятьсот тысяч. Чуть подальше, там, сто метров от асфальта, 250 тысяч рублей. Полгектара. На полгектара можно поставить три дома. Спокойно. То есть, три участка. Кругом поля, кругом леса дубовые, кругом пруды рыбные, зарыбленные. Кругом, ну, просто невыразимые места. Красота там и необычайная просто. А как вы будете жить без интернета? Интернет все стопроцентный там. А что? Там интернет есть. Я в печали-то был такой, что она в деревне в Гнезине находится, а я все печалился, что как же будем-то без интернета. Матушка там находит двух мастеров. Вот. Я их направляю в деревню туда, этих ребят, отец с сыном. Они едут, они там устанавливают какую-то антенну, где-то прилепили какую-то за 15 тысяч мне. И сейчас интернет лучше, чем в городе. То есть, все вопросы решили. Замечательно. Ну, я рад, что у вас такая, дай бог, хотя бы, знаете, если это удастся, хотя бы хоть на... Даже не то, что наполовину, а там, если пытаться пытать, попытать, даже если несколько семей уедут на деревню, наверное, не зря уже ваши все слова будут, потому что это очень, на самом деле, очень серьезно. Борис, если по-человечески брать, если вот чисто по-человечески, вот, допустим, я, если мирским человеком буду говорить, то есть не духом буду говорить, а просто умом говорить. Мне, кто там куда поедет, понимаете, мне это чисто трактором. У меня хороший доход, у меня хорошая работа, у меня рядом со мной замечательные люди, у меня дочь, у меня внуки, у меня все есть, чисто по-человечески. Понимаете, у меня дух Божий, который меня побуждает периодически на вот эти все дела. Я его дух, я не могу его от себя оттолкнуть, я живу этим духом. Мой мирской человек меня мало интересует. Вот, ну, а насколько получится, насколько получится, все они от меня зависят, там, как Господь уже. Я буду его распоряжение выполнять, распоряжение Господа, вот, а на все воле его, как вам, Господь сказал, ваше дело сеять, и все, а его дело взращивать. А вы когда собираетесь туда уже, как бы, уехать? Я не знаю, вот через... На лето, да? На лето хотите туда? Через две недели поедем уже, на другое лето, на всю жизнь, все. Все, а вы уже... А, подождите, а мама тоже собирается? Ну, конечно, я и матушку, я говорю, ты понимаешь, что мы уже едем навсегда. Да, отец-то уже там у меня постоянно живет у нас, вот, то есть он уже этот год целиком там прожил, в деревне. Ну, там все будет, все приспособлено для жизни, вот в этом доме, для вас. Там же у вас особые какие-то есть моменты, особые такие, чтобы вам, за вами все-таки ухаживать. А какие моменты? Меня на койку кинул бы, я валяюсь себе, или какие-то моменты? Не, ну, все равно нужно, я не знаю, там удобство, там какие-то, ну, эти, санузлы все нужные поблизости, чтобы были. Ну, конечно, все, туалет в доме, все, санузел, все, вода в доме, все там, как говорится, как... И вода в доме, и все у вас, ну, у вас там просто это... Хорошо, у вас там... А деревни сколько жителей сейчас там живет, сколько? Ну, они постоянно съезжают, съезжают, скупают, скупают дома, покупают, земли покупают, вот. Я не знаю, на сколько, но домов, наверное, 30 уже, наверное, есть. Ну, 30 уже, да, это уже, можно сказать, поселок уже. Ну... А там у вас газ, да? Отопление газа, да? Газ, вот, два, три, два года назад провели газ, вот, у нас все. Подождите, а вы мне тогда потом свой адрес дадите, я к вам нагряну. Ну, конечно, да. Мы же недалеко здесь от вас, так что я не к вам доехать. А там, куда мы переезжаем, там еще ближе, там будет вообще, я не знаю, где-то даже меньше 200 километров между нами. Серьезно, это 70 километров... 70 километров у вас к Москве, да? От Воронежа? Нет, к Липецку ближе. Ну, да, это к нам, да, Липецк в нашу сторону. Там между нами-то будет километров 180, может. Ну, да, это хорошо, тогда я могу к вам заезжать. Я думаю, что деревня, деревня, она благотворно повлияет на вас. А на чем? Ну, просто, если там вы еще, у вас такой еще будет вид, а у вас наверняка будут сделать такой, да, будете на каталке такой, кровать, наверное, на колесках, будет у вас? Да ну, какие-то колеса, я никуда не хочу. А нет, а если вот так, например, лето наступило, и вас вывезти там в сад? Да я не хочу, понимаешь, у нас там и сад, и все, у нас яблочный сад, прямо рядом с домом. Ну, представляете, вас под яблонью вывезут, а она будет цвести, запах вот этот яблочный, вы будете как в раю. А я, я не хочу, ну, у меня уже нет, вот, это опять же, я вот рассказывал одному в Америке, у меня есть знакомые, они, а он говорит, это есть, вот сейчас секта их, как их называют-то? Анастасийцы, анастасийцы, да? Нет, еще как-то называются они. Звенящие кедры. В Америке живут. В Америке, я не знаю. Вот, и они, они затворники, они от этого, от мира, их вообще здесь ничего не привлекает, то есть они живут в затворе в таком, и ничего им не мило. Я говорю, а, ну, мне, ну, что, я вроде не сектант, а, ну, мне не мило, я туда даже, на улице, туда даже и мне нет желания никакого смотреться. Я, я уже не живу этой жизнью совершенно, я уже в предвкушении вот, вот, вот того, встречи той, встречи, не знаю, с кем встречусь, правда. Вот, мне вот, она не, она мне сначала не была интересна, вот, эта жизнь, я как бы, еще с юности понимал, что, что-то не то, что-то, 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 жизнь такая вот, я, мне, как говорится, не интересно, ну, какие-то поездки, там, турпоездки какие-то, там, путешествия какие-то, я все время думаю, что тут, чем они, чем они так восхищаются. Я куда не приеду, в какой город, в какую страну не приеду, и все. А вот на звезды, лечь на бревна, я лягу ночью на бревна, и вот это вот бескрайнее небо, вот это звезды, и я могу и всю ночь лежать, и на него смотреть. Вот это вот, для меня вот это, да, или вот сейчас этот, Хаббл, этот спутник показывает эти все галактики, вселенные, снимки, вот Хаббл там, да, в интернете тоже много, и этих роликов, и всего такого. Вот это, да, вот это меня впечатляет, а то, что там эти, и кусты цветут. Ну, вы сегодня говорили про коров, вы сегодня говорили про птетель, про кустину. Коров, я хочу, мне внучата двое, я для них хочу молочко, чтобы они пили, не из магазина это пили, эту самую, а чтобы настоящее молочко. Мне-то оно, конечно, мне оно особо не важно-то. Вот, летом, если Бог даст, я буду это, у нас есть там полгектара земли еще, мы там, она у нас пустой, вот, я хочу суп там поставить, печь прусскую, там, это самое, ну, на всех случаях, пусть будет дочки, может быть, детям, внукам, пускай, ну, настоящие. Колодец хочу там рядом вырыть. А может быть, что это такое, знаете, часовню храм срубить? Что там же нету, я как понял, в деревне, а так приедет пещенник, отслужит там пусскую. Там нету, да, ну, это посмотрим по перспективам, как пойдет дело, конечно, а мы, с малышкой говорили, часовню какую-нибудь поставить, возможно. Там, если еще народ, народ, объединитесь, там 30 исп, там, наверняка, 30 исп не бедствуют люди, там, по крайней мере, могут как-то вложиться, может, кто-то сам умеет рубить. А тут еще, знаете, как Господь устраивает? А как хочется? А хочется, почему еще хочется? А корысть есть такая, как сказано, привели, как святые говорили, приведешь одного в голову, сколько греков проститься. А хочется помочь привезти. Это хорошая корысть, Сергий, это хорошая корысть. Если можно это слово корыстью потребить вообще в чем-то хорошем. Ну, в этом хорошем. А это кто-то сказал, да, говорится, христиане, они эгоисты, да, вот они думают о спасении, да, да, это ничего не поделаешь. А как это, это говорят, сегодня говорят, вот он монах, вот он эгоист, да, говорят, только молится о себе, он же моно, он же один только, только о себе и молится. Ну вот, да, мы все своего рода эгоисты. Но в то же время, в то же время, через, как сказать, спасающийся сам, спасается вокруг себя. Так что, это же не просто слова, это значит, вот в этих словах есть, я думаю, знаете, меняется у человека даже вокруг ангела, вот проходит испытание, да, человек, прошел испытание Божие. Ну, я не буду говорить о том, что когда не прошел испытание, ты постоянно его не проходишь, но если ты прошел испытание, если вдруг сподобился такой, как бы участие. И Господь дает тебе, как ангелы, сходят, слетаются и служат тебе. А служат, как это ангелы слетаются? Вокруг тебя пространство становится, можно сказать, святость вот такая. И люди по словам общаются, вот я в это пространство раз попал к святому человеку, вот к отцу Владимиру, я говорю, я к нему, когда попал в комнату, сел, я во время остановился. Хотя прошло там часа три, мы с ним вот, там, представляете, три часа, я даже не почувствовал, что это время как-то, оно как-то остановилось. И он, такое ощущение, он меня вот просто, и так он бережно, как знаете, вошел в мою голову, и там, видя мои мысли, а там мысли всякие, и он как-то осторожно, аккуратно, эти мысли, он не стал злоупотреблять этим даром во мне. То есть вот это я увидел, что Господь не просто дает этот дар прозорливости в человеке, он еще и дает вот эту скромность. Он об этом вообще даже не сказал, это я уже узнал, потому что за каждым его словом стоял ответ на мой... Я ему ничего не говорил, а он мне говорит и говорит. Потом это я уже какое-то слово сказал, но он как бы, это просто, чтобы как бы, чтобы не он один говорил, а что я еще что-то тоже сказал. А так он все, я пришел, вот он у меня сидит и все говорит то, что у меня в голове. Это удивительно, конечно. Я вот к чему я говорю, дай Бог, чтобы люди, вы будете спасаться, и люди будут вокруг вас, придут в эту ауру, если можно так употребить. Ну, хотя пространство, я не хочу ауру слова, пространство это ваше, то я тоже почувствую эту Дух, Дух Святой вот этот, освященный, когда пространство освещается вокруг человека. Так что, кто его знает? Нет, там, там, как говорится, мы все узнаем до конца, все. Сейчас просто у нас все это пока замутнено, мы еще вообще даже не знаем. Потом иногда будем, я думаю, как мы вообще, о чем вообще мы думаем, когда, вот вы, да, вы говорите, готовлюсь к этому переходу. А на самом деле это самое главное. Люди, вот я говорю, да, вот, ну что вы сейчас, вот, пожилой человек, там, занимается, там, вещами не свойственным пожилому человеку. Говорят, зачем вот вы собираете, там, деньги, там, вам, зачем вот вам строить, там, у вас детей нету, как бы, вроде, кому, вам же никому это не достанется после, то есть, потом придет это, вы о чем думаете? То есть, вы думаете, будете жить сто лет, даже сто лет не проживете? Говорят, а что, вам осталось? Ну, я уж не мягко так говорю, ну, там, ему лет-то осталось, там, может быть, ему сейчас 70 с чем-то, а он настолько увлечен этой жизнью, там, что-то он все делает, что-то такое все, такое все вот у него весь увлечен. Он даже не говорит ни о Боге, ни, я говорю, ну, хорошо, там, у него все получается, он такой весь деловой такой, с одной стороны, все у него, ну, я так смотрю, это все такая, а когда придет смерть, он уже удивится, как это, что это, почему это? Я ухожу, почему, это же все, это надо оставить. Я говорю, ну, в том-то все и дело, мало того, все оставить надо, все, ничего с собой не заберешь, ничего. И вот даже самую любимую свою какую-нибудь, там, игрушку, я не знаю, там, компьютер, там, телефончик, часики. Вы сказали про путешествие, и говорю, что там, что я там не видел в этом Эгипте? Эти пирамиды, ну, ничего там, вот, нет, вот, уже все, вот, я поездил как-то в свое время, и все, я ничего не хочу. Мне сейчас там предложи, предложи там ехать, кругосветное путешествие, я не хочу, я просто не хочу. Я это все не, уже мне это ничего не радует, вот, ничего не радует. Ну, день-два я там еще, а потом это, это, я уже знаю, чем все, просто, я имею такое ощущение, что я вот, я уже так прокручиваю, что будет, скажешь, ну, это все, это, ну, чего там я не видел? Ну, чего я там не видел? Эфелеву башню я не видел, да это, чем она там, ну, ну, чем она, вот, отличается от нашей, от нашей, этого, электрического столба, вот этот, который держит эти линии. Это то же самое, даже, мне кажется, наш столб тут такой забабахли, там, до неба какой-то, держит какие-то высоковольтные, он, говорит, намного интереснее, чем это Эфелева башня. Это фигурация у него покрасивее. Да, да, богаче, я бы сказал, а тут какая-то, это, петли, там даже ничего нету, ну, что, ну, ну, я в чему, что мы вот это, вот это, вот эту нашу жизнь, мы постоянно воспринимаем что-то как ценность. Она, оказывается, если человек, вот он живет, на самом деле, этой жизнью, все, что же в этой жизни он начинает ценить, он, ну, он как бы, для него это ценность. Он не то, что не хочет, а он хочет, что уйти от, он хочет обмануть себя, завтра я должен умереть. И эту мысль он полностью отгоняет себя. Да, я уж думаю, да, наверное, слово молитва на Ктенье, вот это, о христианской кончине в мире, ну, в мире, чтобы жизнь закончиться в мире, вот это очень, конечно, надо, кажется, вымаливать себе кончину благою, чтобы Господь именно забрал. Ну, я такие видел кончины, конечно, это удивительно. Это как Пасха наступает, знаете, если Господь такую смерть посылает человеку с причастием, с покаянием, у меня же было не то, что чудо было, но удивительный был момент. Мне звонит, говорят, батюшка, у нас это, мама плохая, там ей рак уже все, врачи уже, ну, все, ей отвели там несколько дней. Вы можете приехать и причастить ее. Я, ну, да, у нас дары, мы держим дары такие, дароносить специально для больных, чтобы для умирающих. Ну, я говорю, давайте завтра тогда, да, я приеду. Я приезжаю, она еще со знаний, она, я говорю, Татьяна ее зовут, я ее причастил, она, батюшка, она, не, над каким вот она все настроением, вот это мне понравилось, никакого оправдания себя. Я даже где-то ее начал ругать, говорю, вы вообще в храм, вообще забыли о Боге, вы совсем забыли о Боге. Батюшка, ну, вот там ноги у меня бы заболели, она, вот болею я, я заболел, последний день болела. Я говорю, ну, хорошо, там начинаю исповедовать ее, она, да, батюшка, виновата, виновата, все как-то она так, это, ни в чем не это, не противоречила ничему, ничему не стало. Я ее причастил, она такая благовейна, все это причастилась, разговаривала, все. Я говорю, им говорю, ну, если уже будет, ну, совсем плохо, меня зовите, и канон о исходе души будем молиться. Звонит вечером, батюшка, она совсем плохая. Она, говорит, вы ее, когда, нет, еще самое удивительное, я когда зашел, она, она, ну, видно, что она болеет, но она была в разуме, прям очень хорошо, она все послышала мои слова, крест поцеловала, все причастила. Потом, они звонят мне, я прихожу вечером к ней, она уже не говорит ничего, стонет уже, боль уже просто, боль такая, они страдают, вижу, они все плачут. Ну, представьте, человек раковый, больной, умирающий, рак матки у нее там, она, и она прям, у нее вот эта боль, а это когда вот она, это часами это продолжается, она стонет, все там уже все, они уже, они измотаны уже ее стонами. Я зашел, она, она, начал, она уже не говорит, батюшка, она не говорит. Я зашел, она, у нее намерение было перекреститься, она, ну, она не смогла, руку же поднять. Ну, намерение видно было, она так тянулась, прям вот, тянулась, прям вот, хотела перекреститься. Я начал читать канон о исходе души, и она успокоилась, то есть не стала стонать. Вообще, для меня это, конечно, было, ну, это удивительно, когда читаешь, начинаешь молитву читать, и Господь вот прям явственно действует. Она успокоилась, они же затихли, они же слушали молитву, встали, вы, они же все выстроились, все стоят вот такие, не дышат. Прочитал молитву, все, и она, вижу, заснула. Она не спала, больно было, она немножко лимала. Они на меня смотрят, говорят, батюшка, а что такое? Говорит, да это мы вообще, мы удивлены. И она под утро умирает, тихо, тихо, и, говорит, умерла вообще, говорит, мы даже, говорит, просто. Да, вот я говорю, Господи, а я потом уже, когда она принесли в храм, ее отпевали, я говорю, знаете, я, если бы такая кончина у меня была, я посчитал бы это большой милостью. Поэтому, говорю, Татьяна ваша, вот я за нее, мне и радостно было отпевать ее, потому что как-то это, как-то Господь ее упокоил, вот на самом деле упокоил, то есть принял ее душу, и она покаялась, вот это все это было на их глазах. Но самое, что, ну как сказать, не смешное, они не так-то в храм и не пришли. Ну ладно, Сергей, спокойной ночи вам, помоги Господи вам в ваших делах, Христос воскресе!